сегодня затронем два момента когда человек только собирается до завести отношения и уже например он такой информации обладает как вот сейчас и он может уже взаимодействовать с собой это один вариант развития событий если человек уже внутри каких-то отношений уже на сейчас и уже многое пройдено многое сделано опять-таки нет ничего неправильного еще раз грида на реальные жернова и здесь все построено на том что побудить человека к пробуждению соответственно все что будет касаться сдавленности некого напряжения будет иметь место но для вас не будет такой патовости что если вот этот человек не позвонил вот этот человек вам не сделал не пришел не сказал то все вы раздавлены вас у вас нет жизнь закончена и как говорится не за чего все продолжать ни в коем случае да можно играть в эти игры можно можно играть в такие отношения но вы должны знать к чему это приведет вот любой охотник ему интересно дичь да ему интересно достигать дохлый кролик у двери никому не интересен у женщины входящего отношения есть образ она воспроизводит мужчину который появляется в ее жизни у него есть образ и у них от взаимодействия друг с другом появляется общий образ на двоих но есть такое понятие я вот те кто кто был на консультациях я говорю что вот эта образность suggesting называю марьюанна такая личность так вот помимо того что у каждого есть свои марьюанна есть еще марьюанна ваших отношений то есть образность такая атмосфера которая куда бы вы ни приехали она идет вместе с вами здесь вы не представьте тебя человек вам все свойственно вам свойственно грустить бань свойственно расстраивать а вам свойственно где-то негодовать вам устройственно где-то как бы хочется взять и послать все и забыть, например, отключиться. То есть у вас есть разный спектр эмоций, но вы осознанно с этим взаимодействуете. То есть все, что у вас появляется, вы ему смотрите в глаза этому состоянию. Оно не появляется по умолчанию, оно не появляется на автомате. Оно не появляется априори, а вы просто жертвой смотрите, опа, я уже внутри какой-то ситуации. Нет, вы прекрасно видите, да, я гневаюсь, или да, я завидую, или да, у меня даже появляется какое-то ревностное состояние, но вы сразу смотрите, в связи откуда, с чем, почему, чем больше вы будете вот в таком сенсорном состоянии, поверьте мне, это гораздо более ценная, более мощная, более сущностная вот эта сенсорика, чем какая-то игра в экстрасенсы, потому что это просто глупые игры ментала в идею об экстрасенсорике. Я скажу такое правило, которое, возможно, вам пригодится, что уважение, понимание другого человека никогда не строится на неуважении, непонимании самого себя. То есть зачастую люди одевают, вот начитаются всяких статей, сходят к психологам и начинают где-то глотать, где-то проглатывать обиду. Я не говорю, что надо взять топор и бегать, или шашку на голову, и всем срубать голову. Нет, но уметь выставить границы, уметь обозначить, это и есть своего рода защита, сказать, что, знаешь, это не мое, я так не могу, я понимаю, что я не поменяю тебя, но я так не могу, я так не буду жить. То есть вы можете в корректной форме доносить, обозначать, и это надо делать всегда с самого начала, но это прежде надо сделать самим собой, в отношении самого себя, опять-таки различая, где ваша личность, а где ваша сущность. То есть любой кризис, это столкновение, это набор критической отметки об условности какой-то идеи, ожидания, потом появляется, что ожидание не срабатывает, реальность не такова, то есть человек не дает то, что вы ждали, вы начинаете терпеть, и вот это терпение и изнасилование приводит в такая бомбу замедленного действия и взрыв. И, соответственно, кризис – это просто невозможность находиться в таком состоянии давления, то есть человек терпит. Не надо терпеть, надо смотреть, что уже. То есть если вы чувствуете, что вы начинаете терпеть, сказать, слушай, знаешь, я чувствую, что здесь, да, вот мне это дается тяжело, я ничем тебе не винен, а я хочу просто поделиться своим состоянием. Вот я себя чувствую вот так. Умейте обозначать в корректной форме, не надо дожидаться, когда это вырывается со свистом, уже очень некрасиво, крайне искаженной, негативной форме. Вот смотрите, счастье, фактически, что такое счастье? Естественно, нужно разотраждествиться, естественно, не выделать, или мы имемнее, не стать разотраждествлением с идеей о счастье, потому что все, что мусолится в ментале, это специально отвлекающий маневр, чтобы вы не уловили, что такое счастье. Это то, как есть, это есть на себя, это умение быть собой. И, как правило, если в отношениях появляется, воспроизводится вами партнер, который, возможно, не будет интересоваться духовность, возможно, не будет интересоваться из-за этого. Не важно, чем он будет интересоваться. Важно, чтобы вы друг другу не мешали быть с собой. То есть вот это пространство себя, чтобы оставалось не тронуто. И получается, это танец целостный. Когда одно целостное воспроизводит проекцию целостного, и вот это целостный танец. Танец целостности. Но в данной реальности, где есть деление на два. Допустим, я как проводник, я могу только вас подвести к этому состоянию, провести вас, идти рядом, но я не могу за вас принять решение, я не могу им стать, но я могу подвести вас к тому, чтобы вы им стали самостоятельно, сами. И всегда в дальнейшем так действовали. Всегда полагались на себя, ни на кого другого. Потому что наверняка вам знакомо, что если вы пришли к какому-либо, неважно, магу, экстрасенсу, еще кому-то, психологу, и вы почувствовали, что вам стало легче, что происходит? Вы в следующий раз пойдете туда же. Потому что вы пошли не к себе, вы пошли к кому-то. Вы провалились в идею, концепцию, что есть кто-то, кто может вам помочь. Но вот это кто-то, кто может вам помочь, а не вы сами есть предательство себя. И вы станете такой батарейкой, подпитывающей эту идею отделенности, идею брошенности, идею никому не нужности. Вся сила, все, что есть в данной реальности, весь источник, вся опора, вся основа – это вы сами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok